Ребят, вы наверное заметили, что я уже несколько месяцев занимаюсь траковым бизнесом. У меня один трак, у меня один трейлер, я хочу расти. Мне это не позволяет сделать кредитную историю. Сейчас я нахожусь в офисе у Александра, который занимается справлением кредитной истории, чисткой, повышением лимитов на будущие покупки, любые траки, трейлеры, дома. Как любому нормальному человеку я хочу расти. Поэтому я решил заняться кредитной историей. Вы наверняка помните, как я резал кредитные карточки, как я их ненавидел, как я говорил, что я не буду брать кредит, но без кредитной истории я дальше расти не могу. Поэтому сейчас такая точка, в которую я уперся, стена, и я должен на эту стену перелезть, перепрыгнуть благодаря специалистам, которые у нас сегодня в гостях. Вам сейчас кажется, что это все легко. Я знаю много людей, которые просто засирали кредитную историю. Вот я, это пример. И с сегодняшнего дня у нас по сути начинается проект по развитию кредитной истории, по покупке траков в кредит на меня. Александр, привет. Здорово. Ты, знаешь, не осуждай себя так сильно по твоей собственной кредитной истории, потому что для человека... Сколько ты здесь уже находишься? Три с половиной. За три с половиной года есть много американцев, которые здесь живут всю жизнь. Засирай свою кредитную историю не хуже, чем наши ребята, которые здесь находятся намного меньше. А у тебя кредитная оценка, если можно, я расскажу. Пожалуйста. Смотрите. 595. Идет оценка от 300 до 850. На данный момент мало кто тебе будет давать по финансированию с такими оценками. У меня есть приложение Credit Karma. Ты храбрый человек. Да. Ничего не боюсь. Я в него сейчас войду. Приложение, которое позволяет... Бесплатно смотреть на свою кредитноценку, что очень классно в Америке. Между прочим. Вот на Credit Karma как раз у тебя показывают 597 и 556. А я использую более профессиональный такой вариант тут на компьютере, где у тебя показывают чуть-чуть другое кредитную оценку. Мы им скажем, что мы с сегодняшнего дня начинаем работать и можем потом вернуться к этому, когда уже все будет выглядеть по-другому. Вот. Но факт в том, что... И, ребята, если хотите расти в тракном бизнесе, или, в принципе, даже в любом, в любом бизнесе кредитная история для Америки, это все равно, что вам ставят оценку в школе, чтобы вы могли показать своим родителям, вот у меня все пятерки. А банк здесь является вашим родителем. То есть, если вы хотите, чтобы банки вам давали кредитование на покупку трака, трейлера, кредитные карточки, купить дом раньше или позже, ну, что бы там ни было, что связано с кредитованием и вас, вам нужно будет, чтобы у вас сильная кредитная оценка была. Самая высокая оценка, что возможно, это 850. Но главное, чтобы она была там за 740 или за 750, и тогда тебе уже, в принципе, самым лучшим условием будут давать кредитование. То есть, низкие годовые проценты, добродушные условия от банка, маленький залог на покупку того, чего ты хочешь. В машину купить легковую, сколько должна быть оценка кредитовара? 740+, это, в принципе, минимальное то, что у тебя должно быть, чтобы тебе давали под хорошим условием. По плохим условиям. По плохим условиям тоже можно. Допустим, у тебя 650 на 100 баллов ниже, тебе все равно дадут кредитование банки. Обожают таких людей, потому что именно на этих они зарабатывают очень хорошо. В течение 2-3 месяцев, может быть, даже быстрее, мы всегда стремимся сделать быстрее, но нам тоже нужно время на нашу работу. Мы тебе сделаем, чтобы у тебя как раз и была эта оценка 750+. Так что вот мое слово, и мы можем это проверить через 3 месяца. Это у нас будет январь месяц. Окей, а что нужно от меня? У меня есть непогашенная машина. Когда нету возможности резко заплатить за свои кредиты, здесь в Америке есть такие... Можно взять деньги из займа у банка именно на перефинансирование своих существующих кредитных карточек. К сожалению, эти деньги, они не очень дешевые. Но поскольку мы их будем брать на короткий срок, чтобы покрыть твои задолженности, хотя, сказать я честно, они у тебя совсем небольшие... Я это закрою, да? Да. Ну, для человека, у которого... Машину я не закрою. Ну, тебе машину не нужно закрывать, потому что машина является другим видом денег. То есть кредитная карточка, это ты заплатил, и у тебя опять есть доступ к деньгам. А машина, это ты заплатил, и все, этот лоун закрыт. У тебя нету опять доступа к этим 30 или сколько бы там денег, так что это другого рода лоун, поэтому он отражается на кредитной истории по-другому. Следующий вопрос. Как ты думаешь, человек находится недавно в Америке? У него есть social, у него нулевая кредитная история, то есть у него нет кредитов, да, либо он только что взял кредит, что ты ему можешь предложить? Мы ему выстраиваем кредитную историю, используя наши знания закономерным, грамотным путем, чтобы сегодня он нулевой, а завтра, когда он идет в банк на кредитование, он уже не выглядит, будто бы он пустой, у него на кредитной истории отражаются уже разные линии, то есть там кредитная история состоит с хороших линий, неплохих линий, то есть кредитные карточки, машины и так далее. Прикрепляем его к позитивным кредитным линиям, которые ему выращивают кредитную историю. Помимо того, мы выравниваем его к кредитную историю, потому что когда ты новый, даже ты не сможешь себе создать кредит карму, потому что тебя кредитное бюро вообще не будет распознавать в твоем бизнесе, да. Неудобно нам вам расплачиваться за солярку, за такие вещи. Когда у тебя есть доступ к кредиту, ты хоть имеешь возможность чуть-чуть подзаработать, беречь свой это нам, и расплачиваться за солярку видной карточкой, если, не дай бог, там колесо лопнуло в траке, нужно что-то починить. У тебя есть какой-то капитал, который не принадлежит тебе, а принадлежит банку. Ты можешь его использовать, чтобы загасить эти потребности, и потом ты гасишь свой долг. И самое главное в Америке, что много людей просто не знают, не потому что там нету знаний, просто потому что никто не учил, это ты должен ежемесячно выплачивать хотя бы минимальные ставки на свои кредиты, чтобы это не испортило твою новопостроенную хорошую кредитную историю. Этого я как раз и не делал. Какой бы вам кредит не дали, какие бы у вас возможности не были, всегда ежемесячно выплачивайте хотя бы минимальную ставку на ваши кредиты, чтобы она отражалась на вашей кредитной истории, будто бы галочка ставится каждый месяц, что Сергей в этот месяц заплатил хотя бы минимальную ставку. Чтобы жизнь упростить, потому что когда работаешь на дороге или нету времени за этим следить, можно поставить все свои новополученные кредиты на автоматические минимальные платежи, чтобы об этом даже не задумываться. Есть ли такие кредиты, как чековый кредит, то есть я могу ли взять в банке чек, то есть это как бы раскашить его и пустить на свои нужды? Да, да. Ты можешь, это называется loan, есть кредитная карточка, то есть на ней, допустим, ограничение 1000 долларов, ты можешь потратить 1000, загасить, и у тебя до сих пор есть доступ к этой сумме. А есть loan, loan это как раз то, что ты и говоришь. Тебе дали чек, ты раскашел, там купил себе трейлер или что-то бы тебе не надо было купить, и потом ты ежемесячные оплаты делаешь, которые уже развиваются. И они эти деньги могут выдать на 3 года или 5, и ты можешь платить вовремя, или можешь раньше времени выплатить тоже. В моей ситуации испорчена кредитная история окончательно. Я хочу очень срочно купить трейлер. В моей ситуации как лучше быть? Мы, естественно, предлагаем ускоренные услуги за дополнительные оплаты, конечно, и мы поговорим с тобой об этом как раз. За 45 дней мы сможем исправить твою ситуацию полностью, чтобы ты мог пойти срочно получить эти деньги на покупку всего того, чего тебе нужно. Ну да, это возможности, это можно сделать. Ребята, я буду делать ролики про получение кредита на трейлер, про получение кредита на трак. Будет от начала до конца. Покажу вам обязательно личный кабинет, чтобы вы не сомневались, что именно я получил этот кредит, и что этот кредит на меня. Я думал изначально, что вообще противник кредита, там порезал все свои карточки. С одной стороны, я зауважал, но с другой стороны, я понял, что все-таки тебе это будет нужно. Реально, я вот думал, все больше не буду пользоваться кредитами, но как заработать деньги? Здесь невозможно без этого. Просто, ребята, нереально. Вот я голову ломаю, 4 месяца я езжу на траке. Я голову ломаю, как? Взять 60 тысяч долларов, достать из кармана на трак? Их нет. 11 тысяч долларов достать на трейлер? Их нет. Если бы не было возможности получать кредитование, я бы сам, как человек, хоть я и с семьей, но никто мне деньги в руки не давал. Получил кредитование, начал бизнес на ebay. То есть, фактически, я за деньги банка покупал то, что мне нужно было продавать. Когда я продавал, получал свои деньги, естественно, свою прибыль, и гасил проценты. Я смотрел на это дело так. Своим кешем, своим налом, я бы не смог вырасти достаточно быстро и в маленьком возрасте, 20 с чем-то лет, до такого состояния, где я зарабатывал десятку, 15-20 тысяч в месяц. Потому что, ну, не было этого стартового капитала просто. И чем больше ты берешь деньги и гасишь долги, тем больше банки видят, что, слушай, этому человеку можно доверять, дать ему дадим 100 тысяч долларов. Ты загасил 100, тебе скажут, слушай, давай 150. И ты можешь очень быстро вырасти достаточно такого серьезного уровня благодаря кредитованию. Кстати, хотел спросить, если я куплю машину в кредит, не повлияет ли, смогу ли я, короче, квартиру взять в кредит? Знаешь, это хороший вопрос, такая ситуация. Когда тебе банк выдает кредит, они смотрят на твою способность платить. Они видят, что тебе каждый месяц за машину, допустим, там 400 баксов надо платить. И они уже от этого решают, а сколько ты еще потянешь платить. То есть, они смотрят на твой ежемесячный доход и ты должен каким-то образом его подтвердить. Хотя, в принципе, на данный момент даже есть кредитование, где они не спрашивают подтверждения, но он просто стоит больше денег. Ну, допустим, ты зарабатываешь месяц, не знаю, скажем, например, 6 тысяч, и твои расходы, твоя машина и они все остальное посчитают, является 3 тысячи и у тебя остается 3 тысячи свободно. Банк готов тебе дать деньги на покупку квартиры, чтобы твои ежемесячные оплаты не преодолевали 45% от твоего ежемесячного дохода. Чуть ли не 3 тысячи долларов они тебе готовы дать, чтобы у тебя была такая ежемесячная оплата. А 3 тысячи, это где-то 300-щем-то тысяч долларов покупка дома. Хорошее жилье. Да, хорошее жилье. А даунпеймент какой нужен? Есть 5% даунпеймент, но обычно это становится чуть больше, потому что там за одно берут деньги, за другое, так что, скажем, рассчитывая где-то на 6, то есть сколько это получается, ну, где-то 20 тысяч, чтобы купить за 300 тысяч. Ребят, телефон есть внизу, Саша готов ответить на все вопросы, звоните, офис находится в Лос-Анджелесе. Ну, мы работаем по телефону, так что не обязательно присутствуют. Мы живем в 21 веке, так что благодаря интернету мы можем и контракт вам переслать через e-mail, вы пальчиком подпишиваете, мы можем общаться так. Вот, но если твои зрители в Чикаго, у них наверняка будет место, куда прийти и с человеком пообщаться. Окей. Ребята, по плану у меня взять кредит, у меня взять кредит на трейлер, на тракт. Понимаем, что это будет, наверное, январь месяц, мне нужно подготовить это, собрать деньги на первый взнос. Я надеюсь, что мы справимся и бизнесу ему надо еще придумать название. По названию пишите ваши варианты в комментариях. У меня название Сисун Бразерс, что-то такое. Вы знаете... А, ты хочешь это компанию назвать? Да, нет. Я думаю, как раз, как назвать компанию. Это компания, да, это будущее. Но в настоящий момент сейчас кредит именно на меня идет. Субтитры сделал DimaTorzok